Всем привет! Вы на канале Сестрицы в теле. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Ходим дальше. Девочки, посмотрите. Кристина сегодня в Человек-паук. Не в Человек-паук, а просто Человек-паук. В паутинках, а я люди в Человеках. А мы, кстати, это даже в ролик не вставляли. Где я его купила, эту кофту? Да, в мужском отделе, девочки. Потому что я таких красивых кенгурушек в женском отделе нигде не вижу. С красивыми человеками-пауками. Потому что в этом отделе рисунок мужской. Потому что ни одна девушка, кроме меня, не хочет такого рисунка себе. Нет, некоторые девушки есть, наверное, такие же, как ты. Ты думаешь, да? Большая редкость, конечно. Вот, мне просто захотелось такой рисунок, и я себе такой купила. То есть черепами, ты Человек-паук? Ну да, девчата. Сегодня было утром очень-очень холодно. Я была в кроссовках. Хорошо я взяла шлепочки с собой. Сейчас стало так жарко, а под низу у меня никакого топа нет. Придется вот так и париться. Мы просто смогли выйти и поснимать. Все школьники без колгота, в досках жарко очень. Мы вышли. Вот теперь вы увидите днем. Нам многие просто пишут, что вы снимаете, у вас в городе людей не живут. Мы заходили в 6-7, максимум 8. Бегут на работу. В школу уж никто даже не отправляется. А вот сейчас мы идем, днем как раз. Площадка все битком в детях. А людей сколько еще? Сколько? Да. Девчата. О, шоума открылась. Никакой шоумы. Девчата, пока марафон проходит превосходно. У нас поударялись люди, которые как бы ленились. Все прекрасно. Все, кто ссорились, мы поударяли. Девчата даже сделали хоп-зарядочку, выложили сразу 10 тысяч шагов и до вечера они ждут. Знаете, все типа отработало сегодня. Да, есть прямо девчата говорят, все, это вот чистая, ровная тренировка, есть тысяч шагов. У кого 12, у кого 13. То, что я сейчас дальше нахожу и не хочу даже хвастаться. Даже есть такие. А так, я смотрю, 20-25 тысяч шагов. Столько шагов, просто умопомрачителя. Нет, нет, вы девчата хвастаетесь. Нам приятно посмотреть, кто в руках ходит. Нам наоборот интересно, потому что мне даже удивительно, неужели сложно 10 тысяч шагов-то пройти. Ну да. Если они только за ровную тренировку девчата делают по 13 тысяч шагов, то за весь день еще набегают пока по магазинам. Мы уже вчера рассказывали, что прямо беспощадно удаляли людей. Все, теперь всех остались, которые реально хотят похудеть. Да, похудеть. И мы там рецептики, тарелочки, всеми со собой, кто какие, там, положили. Да, диетки там, совет. Да, кто-то уже сидел на молоко-чае вообще. Вечера одна девочка пишет, что на молоко-чае у нее был маленький отъезд, 300 грамм всего. И она сказала, мне не подходит, у меня после этого плохое было самочувствие. Девчата, у меня после молоко-чая, я в группу говорила уже, не молоко-чаем был такой день, в котором мы 7 лепестков или какая-то диета любимая была, помните? Да. И там был день полностью питьевой, когда соки и всякое такое можно было. Что-то любимое. Да, соки, бульоны тоже у нас музыка играет. Бульоны, соки, можно. Пробежали музыку, паузы делали. Может быть, я немножко мысль потеряла именно в предложении. И мне именно проходил тяжело этот день питьевой, когда уже был только бульон. Помните, я говорила, что у меня даже йогурт, организм воспринимает, как будто бы я воды попила. И вот, знаете, доходит до 4 часов вечера или до 5, и все, жутко начинает болеть голова. У девушки плохое просто самочувствие, как бы вялость появилось. А у меня просто раскалывается та голова, как будто бы, я не знаю, у меня вообще очень редко мигрень бывает когда-нибудь. Вот просто как с бодуна после Нового года, не самого страшного, который только можно... Это 14 февраля заканчивается. Ну, типа того. После моего дня рождения, Нового года, после нескольких подряд праздников. Вот так болит голова в 4 часа вечера, если я только на одном питьевом вот этом дне. А у меня именно от зеленого чая такой эффект. Да? Угу. Если я чашечку выпью после еды, то нормально, а если на голодных желудок пьешь один зеленый чай, то все, болит башка сильно сильно. Сегодня мы в конце ролика вставим, как всегда, мои тарелочки, разбор их. Я питаюсь так же, продолжаю на 1200 килокалорий, мне очень нравится. Я тому отвесу очень рада, надеюсь, что на этой неделе тоже будет какой-то отвес. Девочки, а у меня одни кусочничества. Я на завтрак поглотила банан и персик, потом доела за Яной кусочек курицы в обед. В обед я съела, ну, отбивную от курицы тоже доедала за ней. Вот как вот это фрешение. А бультик помидорю погрызла, там тоже дорезала. Как бы вот так. Стоя, упаковывая посылки, она все это делает. Да, потому что надо швырдушивать. Там кофе допила, там какой-то свой старый чай допила, что-то вот это вот, знаете. Я так уже, ну, вот как школа началась, я так ем. Поэтому я и не знаю, как это все снимать, как это все снимать и как это все считать, да? И как это все считать. Ну, некоторые девочки снимают, то пол ореха, то пол, да? Ну, посмотрим, то половина этого персика. Ну, обгрызки такие, от зубов яблоко. Ну, ладно, отрежу так еще быть. Потому что мы же возмущаемся, а девчата раз яблоко откусили. Ой, забыла, что ты перекус. И фотографирую, по примеру. Ой, музыка опять. А-а-а, все. Что я с собой взяла сегодня на работу? Девочки, у меня по 60 грамм отварной гречки. Просто без всякого масла, без всего. Тушеные котлеты только из одной курицы. Курицу я делала из грудки и чеснока и лука. Все, зелень тут еще немножко. И чуть-чуть морковки. Вообще морковки прямо там одна ложечка на большую, на большую, ну, как бы, такую тарелку большую. Дальше на перекус у меня будет или на завтрак, или на обед яблоко и персик. Ну, не знаю, в какой последовательности, но это будет до ужина съедено. А также я взяла по яйцу еще и болгарский красный перец и огурцы. Это все я занесу сейчас и вечером выложу к ужину. На ужин, на воде я потушила мидий. Туда вбила яйцо. Это все не жареное, а просто тушеное на воде. И один свежий огурец. Вторник, двенадцатый сентября, одиннадцать тысяч восемьдесят один. Двенадцатый сентября, девятнадцать тысяч шагов. Девочки, мы тут прочитали очень интересный один комментарий. Как была толстая, так и осталась. Сестра в красном свитере. Я была в красном свитере. Ну, прямо профессор-диетолог. Да, профессор-диетолог. Девочки, я, может быть, еще выучусь на нутрициолога каком-нибудь и диетолога. Буду всем советы раздавать. Вот тебе делать больше ничего. Ой, девчата, знаете, у меня уже такая толстая шкура за два года с этих сообщений. Вы знаете, они мне даже почему-то про мой жир, они меня даже два года назад не тревожили. Знаете почему? Потому что должен быть комментарий обидный. Знаете, вот какой? Ты идею-то не подавай. Комментарий должен быть про реальный какой-то недостаток. А жир, его можно убрать. Это не недостаток. Это так же, как психологи рассказывают. Допустим, ты стоишь, да, и психолог говорит, да ты тупой, и человек обиделся. А потом говорит, да, у тебя фиолетовые волосы или зеленые волосы, ты стоишь. И он смеется человеку. Надо именно про какой-то реальный недостаток, из-за которого у человека может быть комплекс. Вот прямо найти такую изюминку, залезть так под кожу, и вот тогда будет комментарий очень обидный. А про жир, мне жир уберу этот и что? Знаете, мне когда даже где-то обзывали, может на работе или еще где-то. Мне вот этот про жир вообще не обижало никогда комментарий почему-то. Никогда обзывательство. Наоборот, там тупая или курица какая-нибудь, что-нибудь еще более, даже пообиднее, чем вы про этот жирик. Но мы вам не даем прежде действия, чтобы нас оскорблять. Давайте жить дружно, мы как кот Леополь. Если не мы не нравится, просто не смотрите, да и все, мы же вас не заставляем. И к тому же мы блокируем таких людей. Мы сразу предупреждаем, как хорошо, что кнопочка у нас красная для удаления. Так, и сразу же очень классный комментарий. Привет, девчонки, рада за вас, что так серьезно идете к цели. Если не на подиум, удивило желание обрезать живот. Если не на подиум, зачем что-то резать? Сейчас есть разное утягивающее белье. Даже сейчас, пока худеешь на тренировку, одевать утяжки, кожа будет потеть внизу живота и подтягиваться. Правда, еще очень в этом помогает баня с обливанием холодной водой. Желает вам что-то, чтобы вы пришли к своей цели. Ага. Почему мне такое пришло желание, обрезать живот? Это мое мнение сейчас, я расскажу. Потому что у меня самая проблемная зона в моем теле, это живот. Который мне кажется, что он обвистит. Но там мы посмотрим дальше. Как раз самое людное место пришло, как раз рассказать про свое проблемное место. Что он сел. Всем стало интересно, все так смотрят. Давай, рассказывай. Дети, мы живем в курортной зоне, где мы со Светой, любителей, по пляжу бегать в купальнике, сниматься. И почему я хотела... Все три месяца приходится животом своркать. Мне хотелось не вот это в утяжечке все спрятать. Какие-то трусы, такие под самые сиси. Вот это вот. Когда я все выражаюсь, Свете становится стыдно, она начинает отворачиваться. Ну вот, и сиси-то можно будет спрятать, если обвиснут. Ты все равно на пляже не раздевайся. А живот я бы тяжко на пляже не спрячу. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. И я хотела красиво выглядеть тогда, когда уже похудею. И чтобы вот этот уже обвисшая кожа не висела, не портила мне само настроение. Вот и все. А так все остальное меня устраивает. Я еще посмотрю, что там будет с руками происходить. Ну, думаю, руки такие... Да, руки не будут. Ты как боксер. Нет, они сами по себе. У меня не очень прямо уж толстые. Они когда... Я худею, они как-то равномерно уходят. Не очень быстро, а равномерно. Я еще их подкачиваю, и они более-менее терпимы. Вот с проблемкой только с животом. Потому что он... Он вот так вот. Да, фигура у меня. Просто яблоко и все. Весь жир сюда. Даже идет когда... Кстати, у Гауш вот руки обвисает сильно. Если за 100-700 килограмм. Потому что у груш обычно тоненькая талия, маленькая бывает грудь. Но при этом руки большие. И кисельные. Потому что у яблок, я заметила, больше вверх, как у мужчин. Потому что они не по типу. Они и называются по мужскому типу вполне. Мужскому типу. И руки в основном яблоко мало обвисают. Получается, что какие-то руки как у качка. Большой живот. Маленькая жопа. Да. Извиняюсь. Опа. Маленькая опа. Но вы знаете, она маленькая до поры до времени. Вот если ты переваливаешь за столик. У тебя и опа, и ноги заплывают. Коленки плывут. Все на свете. Все вживут. Господи. Я опять уточнила все. Я просто вспоминаю. Даже Света мне потом говорит. Крюсина, у тебя же были всегда тоненькие ноги. У тебя возле коленок жир появился. Когда мы начали заниматься. Я тогда первый раз в зеркало. Реально посмотрела. Мы опять про реальность зеркала. И я увидела вокруг коленок. Вот прямо над коленом. Над коленом целлюлит. Над коленком. У меня тоже коленки тогда ожирели. Да? Угу. Сильно. У тебя тоже? При том, что длинная. При том, что такая длинная. Знаешь, когда садишься, сгибаешь вот эту коленку. И чувствуешь, что она плохо сгибается. Именно не из-за хрячика, а из-за сало. Из-за жирной коленки. Ногу на ногу сложно складывать. Я сейчас уже даже могу это сделать. Даже сейчас уже могу, девочки. 120, они рядом-то не соединяются ноги. Вот так вот. Не идут вместе. Не то, что ногу надо. Джинсы протираются за раз-два. Но это все тоже от фигуры. Потому что у нее яблоко, они не стираются. У меня даже 120 килограммов не стирались. А у меня даже сейчас стираются. Это все фигуры. Хотя с первого взгляда и не скажешь. Многие думают, не стираются, может у тебя вот такое колесо. Ноги ровные. Ноги ровные. Просто вот тут ляхи. И мы рядом вместе. Да. А мы эту любимую тему как всегда обсуждаем. То ляхи, то сиськи обвисли, то еще что-то. Девушка идет в ее. Вот так вот. В настоящей жизни девочки вот так вот поселять. Вот рядом бы были мужчины. Неужели бы мы смогли рядом с ними пообсуждать эту тему? Нет, конечно. А насчет девчата бани, это конечно круто, но не всем она подходит. По-женски это очень вредно бане. И у кого варикоз тоже очень вредно. Поэтому баню я отметаю сразу же. Ну да. И вот этот солярий на животе, он тоже по-женски очень вредный. Я имею ввиду там какие-то пояса навязывать во время зарядки. По-женски это очень вредно. Ну да. Для гинекологии. Это мы только один маленький, плохой комментарий прочитали. А то там один мужик написал, завяжи что-нибудь на своем животе и бегай по беговой дорожке по три часа в день. Кристина, и ты сразу похудеешь. Как будто только проблема в этом животе завязать его, да? Так девочка одна решила прям, я буду худеть. Оделась, чуть ли не комбинезон какой-то на себя резиновый напялила полностью. Прям потом зимние вещи на себя напялила. И побежала бегать. Так можно инфаркт делать? Так мне и было что-то типа того. И в больницу увезли. Просто сперк. Угу. Как жарковато сегодня. Да. Мы все по солнышку идем. Так девчата, опять лето. Хорошо. Так что я что хотела сказать, что не поможет только вот эта трехчасовая тренировка. Конечно, если рот-то не зашить, например. По тенечку поставить. Если перекусывать во время, во время перебежки перекусывать, то можно поправиться еще наоборот даже. Ну да, конечно. Перекусывать-то. Я не могу понять, вот почему вот так вот распределена фигура? Почему ты, если чуть-чуть обираешь вес, почему жир растет на этом животе? Потому что ты фигура яблока. Я не хочу, чтобы он называть, и пускай она бы на жопе лучше росла. Размечталась. И то, даже у Гаруши, Настя, вот на жопе, он некрасиво на попочке такой, а он так с галифе в бока уходит, вот эти целлюлитные. Ты думаешь, все, даже вот Гарушам везет? Не, не. Чтобы талия оставалась тонко-тонко, осиновая, и такой пресс был на нем, а все попругу превращалось на жопу. Я хотел, чтобы мы не ослаблялись, понимаешь? Чтобы обязательно какие-то трудности не были. Чтобы мы работали над своим здоровьем, фигурой, душой. Ну, почему нельзя есть пельмешки все время и быть идеально красивой? Пельмешки, мороженое, шоколадки, шмикерсы и все остальное. Начинай, помечитай, помечитай. Опять один наш любимый вопрос. Девочки, мы хотели вставить в этот ролик. У меня Маша сейчас живет в Оркуте, и они ездили отдыхать на два дня, ну почти на три. А на речку Сопь. Криша, ну так классную информацию услышим возле дороги. Ну повтори еще. Ну какую речку? На речку Сопь. Пойдем слушаем. Ездили они в таких походных условиях, с рюкзаками, гуляли они там по такой горной местности, вместе с водопадами и через реку переплавлялись. Там будет сейчас у нас романтический пятиминуточка, как раз как они отдохнули. Жили они тоже в походных условиях, в больших вагончиках, где почти не было условия для жизни. Очень интересно. Медведь на них не напал? Нет. Или койоты? Нет. Какие койоты? Волки, лисы, олени хотя бы. Белки, приходи. Ну я не знаю, она ничего не рассказывала такого, надо ползывать. Да, дядя уже прилетал. Подробности мы сильно не переговорились, у нас сильно была загруженная сейчас Ирена на все, что я смогла, это высылала видео и фотки. И мы сейчас ставим романтический момент. Я в горах. Было тяжело сюда заходить, но я осилила это. Вот так мы спускаемся. Мы. Было тяжело. Над Micro ownerом. Оно с והмами былч abolition. Игорь言. Мы. Мы 10 минут не делали, неахieß 就是, не бывает acknowledged Since the parents к хорошему мнению т ACE, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok